Уважаемый Президент, а также Правительство Российской Федерации. Я обращаюсь к вам, потому что у меня уже просто нет сил наблюдать за этим ужасом и мракобесием, которое с вашей подачи льется на нас с экранов телевизоров, со страниц газет и из эфиров радиостанций. Еще немного и кровь из глаз и ушей подьется. Я про пенсионную реформу. Нам неустанно твердят, что наша зарплата должна быть белой, потому что за счет наших взносов выплачивается пенсия нашим родителям. Погодите-ка, а где же взносы наших родителей? То есть получается, что Пенсионный фонд России – это финансовая пирамида, в которой доход членам структуры обеспечивается за счет постоянного привлечения денежных средств новых участников. То есть работающих граждан. Мы вроде преступникам объявили, а сами-то чем лучше? На каждом углу только и слышно, что мы должны быть благодарны государству, что Анополь какую-то пенсию платит. При этом обычно приводят какие-то дикие и глупые примеры. Да хотя бы про Китай. Ну, если там нет государственной пенсии, тогда там, наверное, и взноса в Пенсионный фонд нет. Но про это все молчат. А ведь это ключ к разгадке. В свои неполные 34 года я имею 14 лет непрерывного официального трудового стажа, из которых больше 10 лет я работаю наемным работником в абсолютно прозрачных организациях, которые честно перечисляют в Пенсионный фонд России за меня 22% начисленной мне заработной платой. На сегодняшний день в адрес Пенсионного фонда от моего имени, согласно выписке с официального сайта Пенсионного фонда, перечислено более миллиона рублей. Чтобы можно было представить масштабы этих цифр, я подсчитал на калькуляторе вкладов ситуацию, при которой я бы сегодня положил всю эту сумму на депозит под скромный 8% годовых с ежемесячной капитализацией. Сроком на 26 лет, то есть до своего 60-летия. И что же получилось? А картина следующая. Через 26 лет на моем банковском счете, с учетом того факта, что больше никогда в своей жизни я туда денег не буду докладывать, будет лежать 7 950 000 рублей. Представляете, с этого момента я смогу жить на процент от этой суммы. А это ни много ни мало, около 53 000 рублей в месяц. А почти 8 000 000 рублей так и будут по счету нетронутыми. И я смогу завещать их своим детям и внукам, а не подарить государству. Еще более интересная картина нарисуется. Если я продолжу пополнять свой так называемый пенсионный вклад ежемесячно на сумму, приблизительно равную нынешним пенсионным отчислениям. В этом случае, к моему 60-летию, на моем банковском счете уже будет сумма, превышающая 15 000 000 рублей. Уважаемый президент, а также правительство Российской Федерации, «Давайте разойдемся по-хорошему. Дайте мне возможность выйти из вашей пенсионной и финансовой пирамиды, с возвратом всех внесенных платежей, да хотя бы в чистом натуральном виде, без процентов запользований. Предоставьте мне право самостоятельно распоряжаться своим будущим. Ведь только тогда я смогу с гордостью встретить старость и провести остатки своих дней, занимаясь тем, что мне нравится. Тем, что мне хочется. Тем, на что у меня не хватает времени сейчас. И я не буду, наступив на свою гордость, на свои честь и достоинство, ловить в подачке государство, которым заправляете вы. Жулики, воры и предатели Родины.